Продолжение следует... Здание для одного или двух игроков. Ага. Ну, благо, недалеко, да? Ну всё, погнали. Переместиться нельзя? Нельзя. Так. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. На чём я поеду? А, это всё с людьми машины. Ну ладно. Не знаю, опять лагает из-за того, что я в городе или... Ютубчик? Ну да ладно. Что у вас происходит? О! Здрасте. И чё, чём ты занимаешься по жизни? Ну давай. Ну окей, было весело. Давай-давай-давай, не лагай. Нам надо транспорт уже взять, да и давно быть в пути. Ну, поедем вон. Думал, на грузовичке я там ехать, но нет. Вот, приемлемый транспорт тут стоит. Чё, никто даже в полицию не позвонит? Ну, да ладно. Напустим для фитнеса. Потрясающе. Мам. Так, ну я здесь, и что дальше? Ну, давайте, удивите меня, что это у вас тут. Так, как заработать больше очков в совместных операциях и улучшить свой рейтинг? И сетевая. Чем сложнее операция, тем больше очков вы получите за ее завершение. Выполнение дополнительных задач в несет очки в соответствии со сложностью операции. И что надо делать? Украсть машину? Украдите носитель с зашифрованными данными. Нейтрализуйте ВИП-цели одновременно. Одновременно это как? Ну, типа вместе это понятно, но что-то... Ну ладно, не суть как важно, конечно. О, господи, ну это просто невозможно. Что за лаги-то начались? Просто, просто нереально. Было весело, спасибо. Я уже ухожу. Попробуем, может, с другой стороны зайти. Попробуем, может, с другой стороны зайти. Ну, давай. Ну, это просто нереально, конечно. Ну, пусть меня не атакуют, но я уже наверху давно. Так, окей, ладно. Я уже не могу это терпеть больше. Так, ВИП-видео. Немножко разгрузим нашу видеокарту. Так, чтобы... О, нет, тогда потом. Неплохо, метка. Ого! Охренеть! Это жесть, конечно. О, не мощь с этими ребятами, не шути. По-другому и не скажешь. М-н-да. Бывает. Ну, ладно, попробуем еще раз украсть. А, все-таки, видимо, чтобы их-то одновременно устранить, это для этого нужен второй игрок. Ну, это вообще происходит. Ну, это просто нереально. Ну, давай. Просто пиздец. Просто нереально. Идет, идет, и хоп, зависает. Просто пиздецовые фризы. Неужели вы с двумя гигами видяхи может только на низком в нее играть? Интересно, а если отправить к ним моего друга? Тихо, тихо, тихо. Все идет своим чередом. Так, вроде все окей. Эй! Хо! Эй, ты! Сектор осмотрит. А как украсть-то? О, боже мой! Ой-ой-ой! Скотина, а! Понятно. Так это не работает. Окей. Ой, сколько их места набежало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и наши цели-то очень далеко стали. Что, ты? Да, блядь, ебаная собака. Так, отлично. Проникли. Тихо, тихо, тихо. Так, внизу их там сколько? Трое стоит, да? Как минимум. Ага, четвертый еще нарисовался. Так, а этот к нам идет походу. О, блядь. Прости. Эй! Тихо, тихо. Фак, фак, фак. Да в укрытие! Ну вот из-за лагов я и подохну. Ну, соответственно, я нажимал, нажимал укрытие. Я ничего с этим поделать не мог. Жал, жал. Ну, меня убили, пока сигнал там проходил. Все, что в моих силах, я сделал. Ох, пиздец, конечно. С такими фризами просто нереальными. Да, кто бы мог подумать, что уже ведяхи через год не хватит на все. Что какой-нибудь Watch Dogs ее просто нагнет. Так, а что нам ни второго не засчитали все-таки, да? Ну, типа, раз мы сдохли. Ну, справедливо. Окей. А-а-а. Ага. А-а-а. Окей, окей. Дон пойдет. Вниз. Вниз, значит, да. Ну, нет, ну, только не давай, не это. Так, они, видимо, в переходе там встречаются, да? Тихо, тихо, тихо. И там их можно двоих сразу вырубить. Система функционирует нормально. Идение, время. Ну, я двоих устранил, фактически. О, да. Одновременно мне засчитали все-таки. Да, кек, конечно. Тихо, тихо. Блин. Сейчас потухнет маркер. Самое главное, чтобы просто в погоню не увязаться ни в какую дурацкую. Давай, давай, не лагай, не лагай, не лагай, не лагай, не лагай, не лагай. Фух. Блин, она, конечно, вообще супер мерзко стоит. Фак. Вот, блин, ну вот просто надо же было так тупо попасть, а. Я так был близок, чтобы идеально завершить. О, крутец. Надо все-таки с настройками графена будет поиграться. Да я уж почти скрылся. Меня уж, можно сказать, не найдут. Тебе ссылка по почте пришла? Ага, и что это? Открой. Ок. Мои глаза, что за нарк? О, ха-ха-ха. Хоп. Задачу выполнил этим временем. Чё, давайте, может, в честь этого подкачаемся немного. Чё мы можем выбрать? Так, дистанционное управление. Чё у нас здесь? Эту не можем взять. Джампер встроенным динамиком. Ага. Ну, пока тоже бы как бы не очень-то надо. А здесь чё? Давайте. Пофиг, чё пусть будет. Это чё? Эксплойты для роботов? Ну, блин. Стрельба не надо. Так, вот это мы возьмём. Чтоб заряда было побольше. Так. Возьмём. С отвлекающей сообщением, чтобы отправлять... Противник цель. Сука. Автоматически показывают, у кого есть проходящий мимо людей. Есть банковский счёт с крупной суммой. О, это полезно. Хоть нам не особо деньги-то нужны. Прикольно, возьмём. Чё-нибудь ещё можем себе позволить? А, доступных очков у нас ноль уже, да? Всякой ерунды напокупали. Так, у нас второе задание ещё есть в этом списке. А чё Скаут Икс хочет от меня? Чё там? Я уж не помню. Ха, отличная работа делом. Ну, самострелы мы успеем ещё поделать это. Не первостепенные важности дела. Так. Да, блин. Так. А чё, мы разве не выполнили это? Ну, ещё раз. Охереть. Охереть. Это сколько? Ого. Они, видимо, бесконечно это задание. Я не знаю. Блин. Прогуглить, что ли? Ну-ка, сейчас глянем. Чё интернет мне подскажет по этому поводу. Так, где он телефон? Так, чит сети ОС. Сейчас посмотрим. Чит. Сети ОС. Смотрим. Рассказывай. Чё, сколько раз тебе выполнять надо? Ох, какой он длинный. Просто я смотрю, вот, видосы есть, где я его выполняю. Там, по часу аж продолжительность. Ух. Ого. Да. Ну-ка. Продолжительность час. Я просто не готов. Столько тратить на это. Потому что времени столько при всём желании нет. Да. Да. Причём, смотрите, что даже не продвижение. Ну, понятно. Основная операция, сетевая операция. Сетевой операции смысла нет делать. Заберите драгоценности. Найдите и уничтожьте. Они, видимо, бесконечные. Да. Дополнительная операция. Это гонки. Тоже не особо нам надо. Ага. Фальшивые. Фальшивые пророки. Ну, раз уж у нас эта серия такая получилась. Да, отлично. Такая больше по безделью. Хотя бы разобрали, что эти сетевые операции особо нет смысла выполнять. Можно просто походить тогда. Немножко салфаки поделать. Ой, нет. Они не здесь же смотрятся. Блядь, да где? А где? Магазин приложения, обучи, сетевая. А где я смотрел их? Чёрт. Здесь, что ли? В ScoutX, да? Хоть немножко экспы соберём. Вообще бы сейчас, да, конечно, в вторые бы руки мне, чтобы кто-нибудь мне прогуглил, вообще надо ли эти сетевые задания выполнять и какой вообще профит сет там. О, смотрите, а на карте всё-таки показано. Показан ближайший с крупной суммой. А, или это нычка показана, скорее всего, в которой денег много лежит. Ой, блин, пока отвлекался на телефон, врезался, конечно же. Так, сейчас пока мы так едем, едем, едем. Посмотрим. Нам там YouTube расскажет, а вообще реально ли это CTOS это пройти. Так, пока, пока едем, пока я смотрю, чит, чит CTOS. Блин, такое странное прохождение, что чувак просто снимает то, как он сидит за компьютером. То есть он не экран снимает, он именно себя снимает. Блин, странно это, конечно, очень. Ну, блин, ну, с такими лагами просто Unreal, конечно, играть. Так, ладно, я просто засмотрелся уже в надежде понять, вообще надо ли это проходить. О, новости. Недавняя утечка конфиденциальной переписки имела неожиданные последствия для HMP Studios. Содержание электронных писем вскрыло подробности сотрудничества киностудии с компанией Galilei, которая занималась разработкой высокотехнологичного автомобиля для съемок блокбастера Cyberdriver. В одном из писем директор студии называет эту машину бесполезным фуфлом и угрожает подать в суд на космическую корпорацию. Впрочем, утечка сослужила HMP Studios хорошую службу, спровоцировав взлет интереса к кибердрайверу. Фильм неожиданно стал хитом этого года. Студия пока не выдвигала обвинений против хакеров. Следите за новостями. О, это что у нас выделилось? 456 неплохо. А ты чё? Мои смски заполнили мозги. Заполнили мозги. Странно, как это? Не знаю, вирус какой-то, наверное. Да вроде сейчас все... Чего? Сука, ну так ты мозги... Чего? Мать мозги! Мать мозги! И что? Ребят, в моем телефоне вирус. Исключено. У тебя защита уровня Джош. И все-таки, вирус под названием Зомби-2. Знаете, кто написал первого зомби? Хэдок. Что за хэдок? Он легенда. Публиковал госконтракты с военными, еще когда мы в школу ходили. Он уже 10 лет как исчез с радаров. Но если вернулся, это бомба. Что за вер... Установился под видом фейкового обновления сети ОС. Вижу еще несколько зараженных мобил. Если отслежу их, может найду источник. Интересно, что он задумал? Можешь изолировать вирус на вершину? С удовольствием. Присылай. Доступна новая операция мобильной мертвецы. Неплохо. Она какая, интересно, сетевая? Нет, ну дополнительная операция. А что там? Получить доступ к телефонам, зараженным в зомби. Хм. А может, если в гугле вести сетевые операции, может, он мне как-то все-таки более точнее скажет, надо ли их выполнять. Вот же Докс 2. Пришлите в скорую! Тихо, тихо. Надо ли выполнять сетевые операции. Так. Хм. Ох, ну что-то тут, короче, много читать. Ладно, я это все потом посмотрю. Здесь какая-то жесть творится. Пришлите к опам. Конечно, у нас такая серия, но расслабо не получилось. Я вообще шел с зоффак, короче, какое-то делать, а меня взяли, отвлекли какой-то ерундой. Туда сходи, то сделай. К вам отправлен наряд. Прошу успокойтесь. Беги, беги! Бегите, бегите. Не знаю, что тут вообще происходит. Пока пытался-то в гугле найти, какая-то жесть начала абсолютно нереальная. О, смотрите, идет. С бабками, чувак. Фризился супермощно вообще. Да не на мотоцикл! 783 бакса. Неплохо, неплохо. Худо, бедно. Ты кто-то кого-то арестовывает. А где тут это? Куда мне надо? Поблизости? Точка. Что, с другой стороны здание? Конечно, это вообще просто борода какая-то. Хорошо, давайте мы на этом остановимся. Я попробую что-нибудь с этими лагами сделать. Подберу какие-нибудь оптимальные настройки. Ну и заодно про сетевые прочитаю, надо ли их выполнять. Вот, так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok